Эту историю, вернее рассказ, посвящаю своим друзьям. Была у меня давно мечта рассказать о породе русская псовая борзая. Вот почему мы отправились на очередную охоту и взяли с собой этих прекрасных собак. Очень уж хотелось посмотреть на них в деле. Выбрали подходящее место, а вернее поле, где собака смогла показать свои принтерские качества, ведь именно ими она славится. Но, вы знаете, у этой породы много достоинств. Русская псовая борзая Страна происхождения, конечно, России. Порода с многовековой историей и арикстократическим прошлым, содержание которой в 19 веке мог себе позволить далеко не каждый любитель охоты. В последнее время русские борзы слегка отошли от традиций предков и чаще гоняют по полям механических зайцев, чем реально. Но окончательно квалификацию не потеряли. Чтобы удостовериться в этом, достаточно спустить питомца с поводка и наблюдать за тем, как лихо он берет в оборот любое четвероногое создание, уступающее ему в размер. Упоминание о собаках, с которым наши предки успешно охотились, не только на зайцев, но и на волков, можно отыскать в печатных изданиях 17 века. Продолжительно первым и наиболее известным заводчиком псовых борзых был русский царь Алексей Михайлович Романов, получив же несколько собак от этой породы в дар от запорожского казачества. Версии о том, как прародители сегодняшних русских борзых завезли к нам из Персии и казахского ханства, еще во времена Ивана Грозного тоже имеют право на жизнь. Травлю с борзыми самодержец очень уважал и новыми охотничьими породами интересовался вполне искренне. Начиная с 19 века клан псовых борзых подвергался масштабой прокачки. Чтобы улучшить охотничьи качество собак, их стали скрещивать с хортами и английскими, впоследствии с крымскими и городскими борзыми. Селекционная деятельность породы проходила стихийно, поскольку главным заводчиком породы оставалось дворянское сословие, державшие собственные псарни и имевшие возможность власть экспериментировать с разведением. Не ограниченные никакими рамками помещики вязали из животных руководству только собственными предпочтениями, что в конечном итоге привело к раздроблению семей с псовых борзых и затормозило стандартизацию породы. Как результат, первый стандарт экстерьера собак удалось написать только в 1888 году. На отечественных выставках порода начала появляться с 1872 года и почти сразу же разочаровала всех эстетов, увидевших в животных обычных метисов, утрачивших классические черты русской псовой борзой. А вот судейская коллегия московской выставки императорского сообщества «Правильная охота» отнеслась к собакам-конкурсантам более лояльно и в 1874 году присудила псу русской борзой по кличке «Награждай» золотую медаль. Но даже это решение не положило конец отчаянным спорам специалистов в том, как именно должна выглядеть правильная русская борзая. В результате сторонники традиции продолжали ратовать за возвращение к первоначальному типу внешности собак, в то время как другая половина заводчиков упорно голосовала за обновленный облик борзы. С начала XX века разведение русских псовых борзых велось ускоренными темпами, и уже к 1017 году количество чисто породных особей в России перевалило за 2000. Конечно, за годы Гражданской и Великой Отечественной войны клан русских псовых борзых понес значительные потери, но существовать тем не менее не перестал, что дало возможность советским энтузиастам вновь заняться разведением этих удивительных животных. В Америку и Канаду порода попала в начале XX века, после того, как в Европе вдойволь натешились грацией и охотничьими талантами ее представители, и даже успели к ним слегка охладеть. Кстати, именно по ту сторону Атлантики русские псовые борзые снискали наибольшую популярность, где их приняли не как охотников, а как спортивных имиджевых питомцев. Это все история. А пока мы упорно искали лист, чтобы пустить этих прекрасных собак в погоне за добычей. С нами была еще одна собака. Это ягд-карьер, которая специализировалась в поиске нор-лист и готова была вытащить ее наружу. Ну, была она здесь, видишь, заинтересовалась. И она пошла. Но удача от нас отвернулась, но рыбы были пусты, и собаки сами развелись по полю. Факт, который отмечают многие люди, заключается в том, что собаки удивительно быстро бегают. Они способны развивать скорость в 90 км в час. От такого бега трудно оторвать взгляд. Русская борзая в состоянии заметить добычу с расстояния примерно 800 метров. Легко подумать, что слово «псовое» в названии породы пошло от пес. Однако это не так. На самом деле оно проистекало от вида шерсти питомца. Псовина – волнистая длинная шерсть. Русская псовая борзая – отличный охотник и не менее замечательный друг. Но остальные собачьи профессии этой породы не даются. В частности, доверив ворзой охрану собственного дома, не удивляйтесь. Если заходить не уводят все, кому не лень. К быту русские псовые борзы относительно спокойны и абсолютно не агрессивны. Чтобы спровоцировать собаку на лай, придется очень постараться. Охотничьи инстинкты управляют русскими псовыми борзыми даже на обычных прогулках. Кошки, грузные и другие мелкие животные для этих собак всего лишь дичь, поддержащая немедленному отлову. Сухая, укожанная шерсть русских псовых борзых практически не пахнет. И это не случайно. На охоте лишние ароматы собаки ни к чему, так как могут насторожить дикого зверя. А вот попавшие под дождь или искупавшиеся в открытом водоеме животные могут источать характерный амбрэ. Русская псовая борзая – порода, которой жизненно необходимо давать выход собственной энергии и охотничьим инстинктам. Поэтому гулять, тренироваться с питомцем приходится по максимуму. Русская псовая борзая – превосходный охотник в условиях средней полосы, с которыми одинаковым успехом может ходить как на зайца и лист, так и на волка. И дело здесь не только в природных инстинктах врожденной сообразительности, но и в особом линейном поставе лад, позволяющем собаке резко менять направление движения, тем самым обеспечивая молниеносную поимку дичи. Однако, несмотря на столь явные преимущества породы, сегодняшние охотники нередко отказываются от ее представителей, как от малодобычных питомцев. Причина такого пренебрежения кроется в том, что русских борзых часто скрещут с другими охотничьими собаками, в результате чего преследовательский инстинкт у потомства проявляется недостаточно ярко. Кроме того, не все хозяева понимают, что охота с русской псовой борзой – дело сезонное. Развивать и оттачивать навыки и умения любимцев придется в течение всей жизни. Русские псовые борзые – бегуны на короткие дистанции. Эстимальное условие для демонстрации охотничьих талантов породы – без леса и участок длиной до 500 метров. Хотя, как показывает практика, поднесут животность достаточно 200-300 метрового разгона, чтобы успеть схватить добычу и предъявить ее хозяину. Не последнюю роль в успешности охоты играет и врожденная импульсивность собак. За виде зверя русско-псовая борзая за долю секунд переключается из режима ожидания в режим гонки. Если же попытки настигнуть добычу не начались успехом, собаки способны повторить неудавшийся марш-бросок после получасовой паузы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охота у нас не получилась, но посмотреть на этих прекрасных собак удалось во всей красе. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»